Магнитогорский металлургический комбинат Друзья, произошла страшная трагедия в Карелии, в детском и здравительном лагере погибло 13 школьников, у них был турпоход, они плыли на лодках, поднялся шторм и вот такой вот результат. Не смогло руководство лагеря обеспечить безопасность, несмотря даже на прогнозы, ведь было известно, что был шторм. Да, и мы не могли, друзья, конечно, об этом сегодня не сказать, поскольку Магнитогорское время тоже скорбит вместе со всеми неравнодушными россиянами, вместе с Карелией, с Москвой, откуда в большинстве своем ребятишки и приехали отдыхать туда. И еще мы хотим сказать, что для нас, для всех, для родителей, для бабушек, для дедушек самое главное – это безопасность наших детей, где бы ее не обеспечивали те, кто должен по роду службы, по долгу своему это делать. Либо это лагерь загородный будет, либо это будет школа, детский сад, либо город сейчас, летом, вот детские площадки. Да, действительно, друзья, мы сегодня решили поговорить о детских площадках, точнее о безопасности, которую можно достичь даже на детской площадке. Звоните сегодня, рассказывайте о том, есть ли у вас детская площадка во дворе, а в каком состоянии она находится, есть ли она вообще, выполняет ли она свою функцию, может быть она бесполезна, а может быть она опасна для жизни и здоровья. Ну вот таким же вопросом озаботились и сотрудники дорожно-строительного учреждения. С недавнего времени в городе демонтируют детские площадки, которые признаны опасными. Многие дворы уже лишились ветхого оборудования, но новых игровых элементов пока не установлено нигде. Поэтому сегодня мы спрашиваем у вас, где играют ваши дети. Телефон студии 24 55 11, делитесь, где же они играют, на детской площадке или на соседней стройке. Если все же на площадке, то какого качества она, водите ли вы туда своих детей. Звоните, хвастайтесь, если ваш игровой комплекс современный, интересный и вы действительно с удовольствием туда ходите. Рассказывайте также, есть ли он вообще и насколько он интересен у вас. Начнем с фотографии, которую нам прислала Гульнара Шихисламова. Вот детская площадка у нее такая, на Чаплыгина 2А. Цитирую ее письмо. Детям на этой площадке развиться нечем. Есть песочница, а песка лет 6 точно не привозили. Карусель есть, но ребенку не под силу крутить ее. Горка древнейших времен. Детская площадка – место для сборищ. Валяются бутылки, шприцы, стаканчики. Младший ребенок, говорит Гульнара, тянется туда, к этой площадке. Но как объяснить, что там опасно? Вот последняя фотография, видно, что не такое уж и древнее оборудование на этой площадке, но действительно бесполезное. Грош цена, песочница, если короб есть, а песка нет. Действительно, зачем это нужно? Единственное, что город может предложить сейчас Гульнаре, это просто демонтировать эту рухлядь и останется во дворе раскуроченная земля. Не знаю, что хуже. А вот жители Труда-7 выбрали из этих зол меньшее. По их мнению, пусть плохенькая площадка, зато есть, решили они. Смотрим и звоним 24 55 11. Такими солидарными и сплоченными жильцы 7-го дома по улице Труда не были еще никогда. Утром 8 июня к ним без предупреждения приехали работники ДСУ с единственной целью – ликвидировать детскую площадку. Без 20 10 подъехали, прям в наглую приехали и сказали, что будем сносить детскую площадку. Нам дали приказ, нам сказали, наша работа, нам надо снести. Сведущие люди пояснили – демонтаж нестихийный. Из городских дворов активно убираются игровые комплексы, не соответствующие новым стандартам безопасности. Но жильцов 7-го дома по Труда подобный ответ не устроил. Посмотрите, какой большой квартал, то есть одна площадка. Где дети играть будут? Нет, сказали, у них денег нет на это. На новую площадку у них нет возможности, чтобы установить ее. Просто будет здесь поле пустое. А в постоянку. В городской администрации подчеркивают, под демонтаж попадают не просто детские площадки с устаревшим оборудованием, а игровые комплексы, на небезопасность которых от самих жильцов поступали жалобы. Еще совсем недавно на месте этой ямы стояли качели. Сын Елены Багряной упал с них и сломал ключицу. Молодая мама написала жалобу – качели убрали. Но на просьбу установить что-либо взамен Елена получила отказ. Помощник депутата Белоусова нам сказал, это невозможность депутата, он не должен вам в этом плане помогать. Он депутат, который делает законы, который их одобряет, поддерживает. Все. Вы должны идти в администрацию города. Понимаете, мы попали в такой тупик, то есть администрация над депутатом, депутат над администрацией. Новых площадок на месте уже ликвидированных действительно пока никто не обещает. Это главная причина недовольства как взрослых, так и детей. В городе ликвидировано уже около 20 несоответствующих правилам безопасности игровых комплексов. Детскую площадку во дворе 7-го дома по улице Труда жильцам в тот день удалось отстоять. После отъезда работников в ДСУ активисты составили письмо городским властям и начали собирать подписи в защиту своей детской площадки. Около 200 подписей есть уже. Подписей у нас собрало очень много и отдельно у нас есть листочек, чтобы подписали дети. Мы просим администрацию города, чтобы нам помогли с детской площадкой. Сломать и мы сами можем, сломать не строить. У нас очень много детей, мы очень хотим новую площадку. Будьте так добры, помогите нам. Да, вот такие просьбы звучат из разных уголков города. Проблема в том, что устанавливаются детские площадки, точнее финансируется их установка. В большинстве случаев депутатами в рамках программы «Наш двор» в городской администрации нам пояснили, что сейчас ожидается аукцион, который намечен на начало июля, и тогда станут известны и количество новых площадок, и подрядчик, и места, собственно, которым повезло, скажем так, где будут новые площадки. Познаватый аукцион, конечно, там уже лет к концу пойдет, но и что имеем, то имеем. Где играют ваши дети, друзья? Сегодня у вас спрашиваем. Телефон прямого эфира 24 55 11. И у нас на связи сейчас Людмила Яковлевна. Все-таки вы будете первой. Людмила Яковлевна, здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Яковлевна, ну расскажите, где у вас детская площадка расположена, по какому адресу, и чего вы не можете добиться-то, чтобы там улучшить все? У нас площадка находится по Уральской 151, между 149 домом и 151. Угу. Половина площадки за гора заезжает машина, когда ее побольше. Ребятишки сразу бегут на лестницу куда-нибудь. Говорили несколько раз, а Детернов продолжает машину ставить, или вечером, или днем. Ну то есть это же надо как-то так радикально решать вопрос, да, ну то есть забор ставить. Ну либо огораживать, да, либо откусывать от площадки, чтобы им было место куда ставить. Это же родители этих детей ставят, собственно. В управляющей компании, что говорят, там они, наверное, должны забор поставить, или нет? В управляющей компании говорят, что у них денег нет на это, на детские площадки. Ну вот ходили к депутату в Тишину. Он сказал, что это, ну поможем, но только если баллонами загородить. Наймем трактор, выкопаем, и баллоны, вот шина от машин, если так, только загородить. Ну понятно, хотя бы так. Пообещали, но пока не так. Да, я думаю, что вы-то на все согласны. Лишь бы загородили, лишь бы дело было сделано. Но думаю, новому депутату-то хорошо бы. Я думаю, что вам нужно все-таки собраться с жильцами, у которых есть машины. Я все-таки уверена, что это родители этих детей. И найти какую-то золотую середину, чтобы машины тоже было куда ставить. Николай, дожидается? Николай, я прошу вас убавить телевизор, потому что я слышу очень хорошо телевизор вот здесь. И сейчас будет не очень хороший звук в эфире. Поэтому, Николай, вы убавьте звук телевизора и начинайте рассказывать, с чем вы дозвонились к нам в программу. Николай. Здравствуйте, Николай. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу на Левом берегу, Красноармейская сеть. Тут у нас около третьего дома площадка детская. Ну, я бы хотел, чтобы у нас в обора были не в пять лет, а каждый месяц. Так. Как это связано с вашей детской площадкой? Потому что это все делается не для детей, вот эти площадки. А для кого? А для кашей. То есть на вашей детской площадке собираются сомнительные люди? Ну, я вам хочу сказать, да, Николай, я понимаю, что у вас эмоции действительно захлестнули. Детские площадки все равно нужны. Тут уж никуда не денешься. Вопрос о воспитании тех людей и самосознании, которые приходят на детскую площадку и берут в руки пиво, а то и не только пиво. Понимаете, в чем дело? Что же, ваш сосед, вы же понимаете уровень этих людей. Ну и, конечно, в компетенции тех, кто их охраняет, как выразился наш уважаемый телезритель. Потому что полиция должна все-таки их гонять оттуда и плотно гонять, правильно? И не только полиция. Ну и не только, наверное, полиция. У меня есть несколько соседей, которые наблюдают за тем, что происходит с высоты птичьего полета на детской площадке. И, кстати говоря, очень блюдет за порядком. Поэтому можно и всем миром за этим следить. Ну, а так, действительно, это проблема есть, Николай, действительно. Но убирать, то же самое, как убрать около подъезда лавочки, чтобы на них не сидели вечерами. Ну, что, в общем, и делают очень часто. Ну, а что же делать днем бабулечкам, которым хочется присесть? Ну, такая двойственная проблема, действительно. Друзья, прямо сейчас мы покажем вам людей, которые ждут в каждом дворе, где нет спортивно-игрового комплекса. Людей, которые понимают в детских площадках все. Андрей с ними познакомился. В прошлом году во дворе дома номер 51А по улице Советской Армии появилась долгожданная детская площадка. И среди местных жителей сразу воцарился мир. Ведь до этого молодым мамочкам приходилось водить детей в соседний двор, а там их встречали в штыки. Местов не было. Им каждому охота поиграть. Дети кричат, это наша площадка. Уходите. В любую погоду у нас на этой площадке всегда дети. Всегда дети. Прямо душа радуется. Эту площадку установила компания, которой руководит Денис Васильев. В Магнитогорске его фирма монтирует детское игровое и спортивное оборудование с начала 21 века. И наш собеседник утверждает, эти качели-карусели будут радовать детей и в веке 22-м. Оборудование абсолютно безопасное. То есть безопасность конструкции придает, прежде всего, оцинкованный подпятник. То есть мы его здесь не видим, он закопан, мы видим только ухо. Оцинкование металла позволяет говорить о том, что это изделие простоит, не упадет никогда на протяжении минимум 100 лет. Вечное в буквальном смысле оборудование производит завод, расположенный в Санкт-Петербурге. Более 45 лет там конструируют и собирают горки, качалки, домики, беседки и тому подобную детскую радость. Каждая площадка индивидуальна. У нас есть более 300 наименований различной виды продукции. Наши депутаты, их помощники, жители конкретных дворов проводят совещания, проводят собрания, где определяют, какой набор оборудования им нужен. Естественно, свои желания заказчикам приходится соразмерять с возможностями. Стоимость поставки и установки оборудования для современной детской площадки может варьироваться от 4 тысяч до 6,5 миллионов рублей. В зависимости от количества элементов. Например, вот эта площадка, расположенная во дворе дома номер 51А по улице Советской Армии, обошлась в 250 тысяч рублей. Продуманное качество не может стоить дешево. Применяются самые лучшие изделия. Фанера, 24-я толщина, нержавейка металл, полностью лист. Соответственно, оцинкованные изделия, крашены красками в 2-3 слоя, краски полиуретановые, которые выдерживают солнечную нагрузку до 25 лет. При большом желании значительно уменьшить срок службы такого оборудования могут только вандалы. Но последним, по словам Дениса Васильева, не дают распускать руки сами жители окрестных домов. Когда во дворе появляется новая современная площадка, красивая, яркая, безопасная, то есть многие жители сами начинают за ней присматривать. В основном люди как бы стараются сохранить ту красоту, которая появляется, понимая, как дорого она стоит. Действительно, когда установлена долгожданная детская площадка, вопрос о ее сохранности выходит на первый план. Ну, как нам сказал уважаемый наш Васильев Денис, гоняют люди, сами гоняют вандалов. Стараются как-то сохранять красоту, дорогую красоту. Надежда у нас на связи. Здравствуйте, Надежда. Надежда, здравствуйте. Хорошо, что дозвонились. Поднимаете Вы очень интересную тему, очень интересный вопрос, связанный с отдыхом наших детей, в том числе безопасным отдыхом. Слушаем Вас. Да, мы побывали в выходной... Алло, здравствуйте. Да-да-да, говорите. Мы побывали в выходной день на нашем... Это место отдыха нашего города, это за цирком, это наши аттракционы. Знаете, как бы очень-очень, ну как бы жалкое зрелище, конечно, каменные джунгли и аттракционы сами заслуживают, ну, конечно, такого особого внимания. Я сравниваю с городом Челябинск, ну, как бы приходилось бывать, вот парк Гагарина у них есть, парк в парке, там, для маленьких детишек, вывезли... Знаете, трудовой город, но я вот думаю, что мы заслуживаем тоже. Мы заслуживаем вот этого, пусть за деньги, пусть так, ну, все-таки, где бы можно было посидеть и детей отдохнуть, ну, хотелось бы. Надежда, вы настолько правы, что мне даже нечего добавить. Да. Действительно так. Парк металлургов есть у нас, но он же... Он больше для прогулок, посмотреть, действительно, там, ну, на фонтаны, ну, что еще. А вот такой городок, скажем так, аттракционов, он вообще просто необходим. Я была не так давно, буквально неделю назад в Йошкар-Ле, это Марийская республика, и побывала там тоже вот в таком парке аттракционов, ну, там поменено все. Понимаете, люди приходят каждую неделю, что-то новое, они говорят, о, вот здесь были чашки, сейчас они новые, там, покрашены, я не знаю. Идет какой-то процесс, и это уже хорошо. Да, спасибо вам большое, Надежда, за звонок. Я думаю, что вы в соответствии со своим именем все-таки надеетесь, что когда-то и у нас станет не хуже, чем в славном городе, где установлен памятник Йошкиному коту. Да, и там-то... Йошкар-Ле, да. И в Уфе хорошо, прекрасно, я могу сказать, конечно. Ну, нельзя сравнивать просто. Нельзя сравнивать. Жаль, что нельзя пока вот никак сравнить с нашим городом. Да, в своей очереди дожидается Лидия Викторовна. Лидия Викторовна, здравствуйте, откуда вы нам звоните, и что у вас с детскими площадками? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы проживаем по улице Чайковского, дом 53. Вот дома 57, 55, 51, ни одной детской площадки. Хотя вот на эти все дома дети наши играют около помоек. То есть понимаешь, да, 51-й, 57-й, нет площадок детских. А я знаю прекрасно это место. Лидия Викторовна, уважаемая, не раз принимала участие в съемках сюжетов для нашей программы. И поэтому, конечно, вот совершенно точно. И идти, как мне Лидия Викторовна сказала, идти до ближайшей детской площадки, это на улицу Пионерскую, правильно я понимаю, да? Да, на улицу Пионерскую, там нужно две дороги перейти, это очень далеко, а больше нет. Естественно, ребенка туда не отпустишь, и остается у вас помойки там, вы говорите, на помойках у вас дети играют. Да, да. Лидия Викторовна, ну я знаю, что кое-что как бы удается вам достичь, благодаря в том числе, ну и нашему, наверное, нашему участию. Потому что вот, в частности, скверик, рядом с которым прям вы живете, куда торец вашего дома выходит, там приведен был в порядок, правда ведь, да? Скверик замечательный, и лавочки, и мусор, и в общем мусорные бачки хорошо очень сделали. Ну вот теперь детская площадка. И это тоже, как Лидия Викторовна мне сказала, тоже для взрослых больше, понимаешь, прогуливаться. Нет, я к тому, что раз Лидия Викторовна подключается к вопросу, значит, подвижки есть. На чего-то добивается. Да, и еще все-таки есть вопрос. Лидия Викторовна, вот скажите, пожалуйста, вы знаете, что где-то, допустим, ваше предложение, ваша просьба учтена? Где-то, в каких-то документах, не знаю, в управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Услышана, да, ваша просьба. Да, к депутату, может быть, ходили, вот как? Молин обещал помочь. Ну и все, и так мы его и не видим, он больше и не появлялся. А до ЖРУ, говорит, это не наше дело, мы такими площадками не занимаемся. Вот с депутатом надо больше работать, потому что, как я уже сказала, в начале июня аукцион, будут искать подрядчиков, устанавливать детские площадки все же будут. И учитываются там вот именно просьбы избирателей. Может быть, вам сейчас горячее время для детских площадок, скажем так, о себе вспомнить, заявить о себе, скажем так, чтобы о вас вспомнили. И тем более вы говорите, что один из депутатов обещал, ну а сейчас вот работа только начинается по сути, поэтому, может быть, мы, ну, если мы сейчас скажем, что, ой, все плохо, какой депутат плохой, это рано будет. Ну, просто рано. Просто напомните себе еще нужно. Обратитесь, у вас же есть все телефоны. Спасибо вам. Давайте посмотрим рекламу и вернемся. Будь осторожен с огнем. Вы смотрите Магидогорское времечко, это прямой эфир 24-55-11, наш телефон, где играют ваши дети. Это наш вопрос сегодня. У нас интересный звонок нас ждет. Олеся дозвонилась, ей всего 10 лет, она, как никто другой, знает, какой должна быть детская площадка. Олеся, рассказывайте, где вы живете и что у вас не так. Я живу на Сиреневом 21, и у нас очень плохая площадка. Какая она? У нас сломанная железная качель. Она очень опасная и понятая. Что-то еще, кроме качелей-то есть? Там есть карусель, которую нельзя сдвинуть, она у нас примерзла. С зимы еще, ну действительно, ребенок-то прав. Олеся, а куда, куда Олеся ходит, чтобы где-нибудь покататься все-таки, сдвинуть карусель-то с места? А карусели почти везде почему-то такие, у них проблемы, их сдвинуть невозможно, они тяжелые. Куда-то ходите, играете, Олесь? Да, мы ходим на соседнюю площадку за садиком. Ну вот. Ну хотя бы туда. Ну действительно, вот ребенок дозвонился, насколько животрепещущая тема. Да, Виктор Васильевич у нас на связи, здравствуйте. Да. Виктор Васильевич, вот интересно, с чем вы дозвонились, давайте рассказывайте. Так, просто вот утром приезжая из работы, часто наблюдая, это уже, наверное, в течение года или еще двух лет, женщина берет собачку на руку и идет через детскую площадку, выводит ее куда-то там, ну туда, дальше. Вот, там свои дела сделай обратно этот самый. И понимаете, так приятно то, что действительно не гадят площадки, ничего. Да, то, что проносят мимо. Спасибо вам большое, Виктор Васильевич, за звонок. Это вообще бывает такое, но не часто. В феврале этого года, друзья, мы рассказывали вам историю про Уральскую улицу. Ну конкретно там жители дома номер 9 жаловались на разрытую дорогу, строительство было остановлено. А закапывать то, что разрыли, никто не торопился. Приезжали мы туда, затем и в марте месяце. Как обстоят дела там сейчас, давайте посмотрим. С улицы Николая Шишки сворачиваем на Уральскую. Больше полугода здесь был тупик, а сейчас можно проехать вплоть до улицы Рылеева. Для жителей польского городка открытие этой дороги означает, что путь до их домов теперь свободен. Весной, когда все оттаяло, засыпали траншею, только после этого возобновилось движение. Но движение возобновилось, а улица-то была не починена. Пожалуй, не более недели назад экстренно был произведен ремонт ночью, тут дорожные службы чинили. Стоит напомнить, улицу Уральскую перекрыли в ноябре прошлого года не для проведения планового ремонта, а для укладки теплотрассы к строящемуся жилому комплексу Тургеневский. Но вместо двух недель, как планировалось, работы заняли 7 месяцев. За это время к нам в редакцию поступил не один звонок, а жалоба одна. Слишком уж долго перекопана дорога. Выкопали быстро, разложили плиты на дороге, и в принципе все. Все работы прекратились. Дорога закрыта, ездить невозможно. Дорога должна работать, а она закрыта. И приходится круги нарезать. Час пик, тут и на комбинат, северный переход, конечно. И нам выехать невозможно. Стоят перекресток за грузами. Скорую помощь как-то приходилось, заблудилась здесь, не могла найти, подъехать. На этом объекте ни одна машина там уже в этой канаве побывала. Вытаскивали, и краны вытаскивали, и эвакуаторами пытались. Прокладывать теплотрассу в преддверии зимы взялись не городские коммунальные службы, а частная фирма. Вот только рабочим не заплатили, и объект они бросили. Руководство жилого комплекса Тургеневский пришлось искать другого подрядчика. Работы идут до сих пор, но уже не на проезжей части, а на обочине. За незаконное перекрытие дороги и повреждение дорожного полотна подрядчику мог грозить штраф в размере 300 тысяч рублей. Но руководство фирмы вовремя обращались в городскую администрацию, сроки проведения работ продляли. Делать это могли бесконечное множество раз. Закон не ограничивает. В последнем постановлении о прекращении движения установлена дата открытия дороги 15 июня. В результате работ на Уральской пострадала улица Тургенева, по которой был организован объезд. Из-за увеличившейся нагрузки провалился асфальт. Яму засыпали щебенкой, дорогу залатали. Вернемся к еще одной теме, которую мы затрагивали в прошлой программе. Руководство одного из общепитовских заведений города сделало летние кафе на территории пешеходной дороги. На такое расположение жаловались местные жители, интересовались законностью строительства. Вот какой комментарий мы получили из администрации города. Данная площадка была согласована с управлением архитектурой и с управлением экологией. На размещение этого кафе получено соответствующее разрешение в виде постановления администрации города. В настоящий момент пока никаких норм СНИПов в части размещения летних кафе не утверждено как территорией Российской Федерации, так и в городе Мунтогорске. Единственное, наше замечание там будет. Мы на место выезжали после окончания работ. Мы пожелаем предпринимателю немножко расширить с одной стороны, с северной части этого летника, расширить проход. Потому что, думаю, он не совсем достаточный, по моему мнению. На этом мы ставим точку в этой истории. Надеемся, что станет все-таки проезд пошире и не такой крутой, чтобы было удобнее ходить. Времечка нашей программы подходит к концу. Друзья, сегодня говорили про детские площадки, про безопасность. Спасибо всем, кто дозвонился к нам в эфир. Будем ждать аукциона, конкурса в администрации. Посмотрим, кому же все-таки повезет этим летом. Какие дворы станут обладателями новых детских площадок. Увидимся в среду, друзья. До свидания. Спонсор программы «Открытое акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат». Субтитры создавал DimaTorzok